Здравствуйте! Хочу показать вам несложный способ, как пошить декоративную наволочку на подушечку. Для того, чтобы начать ее шить, нам нужно определиться с размерами. Подушку нужно измерять в круговую, то есть ее объем нужно брать по длине и по ширине. То есть вымерять вот таким вот образом. Ни в коем случае не ложить вот так вот и вот так вот, потому что у нас подушечка имеет какой-то объем. После того, как вы сделали замеры ширины и длины, мы с вами должны отложить еще припуски на швы. Я беру где-то по 3 сантиметра. Больше не надо, чтобы подушка была не сильно широкая, наволочка вернее. Теперь я взяла и предлагаю вам сделать это тоже одним куском. Вот я вырезала один кусок, он у меня цельный, и вот только в одном месте я его сшиваю. Вот так вот я вам просто его сейчас покажу. Вот в одном месте я его сшила. Сшила с одной стороны немножко и с другой стороны немножко. После того, как я сшила, я взяла вот эти части, соединила, прометала наметочным швом, потом разложила и вот этот шов по наметке кругом я разутюжила, чтобы он был приутюжен. Сюда мы будем с вами пришивать замочек, чтобы нам было легче работать. После этого я сняла наметку, и мы можем с вами сейчас приступать и пришивать замочек. Но забыла вам еще сказать один такой важный момент. Перед тем, как сшивать, я в круговую полностью по всем четырем линиям прошлась и все это обработала зигзагом. Ну, чтобы у нас все края были обработаны и ниточки не острепывались. Все, теперь можем пришивать. Так, пришивать будем с лицевой стороны наш замочек. Вы можете взять сначала замок, вот так вот мы вкладываем. Сначала пришиваем одну сторону. Я вот буду пришивать вот так вот ее по краю. Вот таким вот образом. Посмотрите. Вот здесь у меня будет шов. А второй шов я буду прошивать вот так вот. Вот таким вот образом. Все, можем пришивать. Вот таким вот образом уже пришил замок. Давайте теперь посмотрим поближе. Значит, один край я пришила, видите, вот прямо к замочку. А второй у меня идет более широкий край. Так, просто этот замочек пришивается удобнее. И вот здесь вот у нас спрятана вот так вот собачка, замочка. Пришивала я этот замочек специальный, меняла лапку. Ставила. Теперь еще раз я лапку меняю. И уже будем прошивать саму подушку. Теперь мы берем ее, выворачиваем. Если у нас замочек длинный, вы можете его обрезать. Можете оставить. Это не принципиально. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот этот край, который у нас идет, как внахлест. Видите? Он у нас будет идти по верхней стороне, то есть ближе к верхней части. Теперь я складываю подушку нашу, не подушку, наволочку, простите. Вот таким вот образом, чтобы замок шел сверху у нас. Можно сделать, расположить и таким образом, чтобы замок у нас шел и по центру. Но тогда просто, наверное, сама подушечка вдеваться будет не так удобно. То есть вот таким вот образом я его складываю и просто сшиваю нашу подушечку. Делаю закрепочки. Сшиваю с двух сторон. И выворачиваю. Также рекомендую вам, после того, как вы наволочку уже прошили и вывернули, взять по кругу и на величину лапки сделать шов по всей наволочке. Ну, тогда наволочка будет смотреться, как вам сказать, ну, более красиво. Будет форма у нее лучше держаться. Она не будет как тряпочка. Вот наша наволочка и готова. Вот идет, давайте посмотрим еще раз, наш замочек. Вот так вот он пришит. Когда он закрывается, он у нас прячется. Ну, вот так вот мы пришили. И вот эта вот наша строчечка, которую мы сделали ее как отделочной строчкой, она тоже придает подушку, ну, придает ей форму. И подушечка смотрится красивее. Шейте с удовольствием. Пусть у вас все получается. Все получается. Всем пока!